Добрый вечер, друзья! С вами Владимир Добров и оперативно, как говорится, блиц-обзор лучшей партии Тура. И сегодня интересная партия, было немало. Интересное состязание, сопротивление двух тоже очень сильных шахматистов, Мамедьярова и Дуды. Вашему вниманию. Рад приветствовать Твич и Ютуб. Обязательно с вами пообщаемся, если будет время. Поэтому задавайте вопросы, если оперативно что-то, постараемся ответить. Итак, что же было сегодня в этой партии? Дуда сегодня ожидал, видимо, уже хода Ж4, который случился не так давно в партии Мамедьяров и Есипенко. И сейчас обсуждается на просторах интернета, обсуждается ход Е5, Ж4, контргамбит, значит, после этого хода интересного. Ну что же, был сделан ход более солидный, конь Ф3, Д5, конь С3. И после С5 возник так называемый улучшенный вариант защиты Тараша. И обычно он возникает после хода конь Д5, но вот Дуда решил сыграть более модный, более современный вариант, который встречался не раз на большой арене. И сейчас играют так многие. В том числе сам Дуда его играл против Сергея Корякина не так давно и избирал продолжение ход слон Ж5. Ну, в этой партии Мамедьяров сыграл Е4, и партия переходит форсированно к такому Эншпилю. ДЕ, Ферзь Д8, Король Д8, Конь Ж5. Черные портят структуру, но пешка на Е4 пока сохраняется. У белых два слона, и, в общем-то, идея очень конкретная. Успеть схватить эту пешку и получить большое преимущество. Поэтому черные сразу определяют положение этого слона, играя А6. Ну, и после трех нулей Король Е7 возникла, в общем-то, такая позиция. Белые взяли на Ф6. В некоторых партиях белые отступали на А4, но в этом случае после хода Ж5, С3 и, скажем, Конь С6, черные, в общем-то, получают достаточно крепкую позицию. И, как уже много написано, рассказано, показано, черные здесь себя чувствуют весьма комфортно. Поэтому был сделан ход слона Ф6, ЖФ, Конь Е4. Все партии, которые игрались на высоком уровне, их было не меньше десятка, закончились в ничью. И, в отличие от стандартного и классического хода слона Ж7, Дуда решил сыграть Ф5. Чуть менее популярный ход, на что, видимо, Шах не очень был готов к этому продолжению. Во всяком случае, по ощущениям. И в партии предшественника, где играл сам Раджавов с Карлсоном, был сделан ход Конь С5. И вот партия продолжалась у них следующим образом. Такая вот сложная была борьба. И вот, если кто-то помнит, это было не так давно сыграно. Ну, в общем-то, такая вот была сложная борьба, и она тоже завершилась в ничью. Но, возвращаясь к партии, Конь, в общем-то, на Ж3 стоит, на самом деле, не самым лучшим образом. И такое ощущение, что весь вариант, он все-таки, значит, наверное, больше визуальный такой характер, визуальный перевес. Но давайте посмотрим, как быстро получил прекрасную позицию Дуда. То есть он сыграл Аш5, слон С4. Вроде как белые начинают нападать на пешку Е6. И действительно, если им удастся сейчас подцепить, то черным просто-напросто придется сдаться. Но Конь очень быстро выходит в люди. И после хода Король Б1, который препятствовал ходу Ладья С8. То есть на Ладья Е1, черные могли успеть сыграть Ладья С8. И после, скажем, Ладья Б1 Е6, уйти Королем на Д8. Мы видим, сейчас нет возможности защитить слона на С4. На Б3 всегда В5, и белые остаются без материала. Поэтому ход был сделан Король Б1. И черным успевают перестроиться. Конь идет на Е5 с темпом. Он падает на слона, слон уходит Король Ф6. Очень сильное положение этих фигур. У черных возникло Ладья Е1, угрожая Ф4. И пока что спокойно Ладья Е8. И вот такой вот комочек-глубочек, можно сказать, фигура у черных очень приятная. Сейчас слон готов выскакивать на С5. Пешка Аш готова также врываться. В некоторых случаях надо следить за маршрутом, за идеей Конь Ж4. Также Ладья САЖ7 может держать седьмой ряд. В общем-то, у черных очень все как-то классно расположилось. И белыми уже сейчас нужно было подумать о том, как эту позицию, значит, уравнять, скорее даже так. Ну, пути уравнений было немало. И долгое время, как и наши прекрасные ведущие, Женя Домашевский, Александр Костенюк, сказали, что шаху позиция совершенно неинтересна. Неинтересна, да, и он практически спит за доской. Ну, вот, пока он спал, Дуда получил прекрасную перспективную позицию. Ну, и что произошло? Слон А4. Не факт, что вот это продолжение вообще было необходимо, потому что теперь после хода Ладья Е7 у черных взяли седьмой ряд. Теперь, скорее всего, надо было убирать этого коня, который не очень важно стоит на Ж3. Может быть, стоило его пытаться отправить на поля Д4 или Ф4, или, быть может, даже на Ц3 расположить. Но, во всяком случае, здесь он стоял очень неудачно долгое время и не явился проблемой в дальнейшем для белых. Сыграв А4, по сути дела, пропустив, можно сказать, ход, пешка на А4 стал уже мгновенно объектом, и на нее Дуда напал. Очень быстро, очень конкретно, и очевидно, что ход А4 с одной стороны фиксировал пешку А5, а с другой стороны мы видим, что пешка на А4 также не самый главный объект, потому что черный поля может прекрасно себя чувствовать на Ф4. На Ф4 он будет защищать как пешку А5, так и атаковать пешку Ж2, и это слабое поле, можно сказать, может являться проблемным. Ладья Д4, так шах и сыграл, и, в общем-то, ушел в такое состояние сонное. После чего Дуда сыграл Ладья Ц7, пытаясь активизировать слона Ф8. Да, и после хода конкретного Е5, Мамидиар вернулся на Б3, прошу прощения, напав на Е6. И после хода Е5 очень конкретного возникла следующая ситуация, где белым стоило пойти не Ладья Д8, а сыграть Ладья Д5, придерживая коня на Ж6, и предполагаю в некоторых вариантах даже ход Ф4. Вот такая вот была идея, которую пропустил Шахрияр. Ну, черный Магли продолжает ходом слона Б4, и здесь вот очень сложно, но очень интересно сыграть Ладья Е3 прямо под вилку, после чего возникает совершенно сумасшедшая позиция. К примеру, в случае Ф4 белые начинают активизировать свои фигуры. Конь Е4, король Ф5, и успевают расположить вот так вот Ладью. Но вариант на этом не заканчивается, потому что черные продолжают Ф3, и после ЖФ успевают осуществить важную вилку. Но теперь же конь Ж3, и белые имеют очень сильную инициативу за пожертвованные качества. Ну, например, подобная позиция. Мы видим пешка Х5 вне Желец, король будет обеспечен после хода А3, конь, в общем-то, прыгает Д8 в шахе, пешка Ф также проходная. Ну и, в общем-то, здесь большая борьба. Не сказать, что эта позиция у белых выиграна, но она точно с перевесом. Скорее всего, будет определенное давление оказано и в дальнейшем. Ну, вот такой вот момент Шахрияр упустил, достаточно неочевидный. И, быть может, вот такой вот вариант, как Ладья Д5, мог Дуду, как сказать, для Дуды мог стать сюрпризом. В партии же последовал ход Ладья Д8, и вот этот ход казался неудачным. Так я отметил, что пешка на 4 провисала, в общем-то, Дуда ее и съел. Вот, и теперь мы видим, что в перспективе у черных образовывается пешка H. Ну и, в общем-то, здесь, конечно, можно было сыграть Ладья H1. И после хода король G5, слон C2, что и было, в общем-то, в партии. Точнее, такого не было в партии, можно было сыграть Ладья F7. Такая вот сложная борьба с королем на G5. И кто знает, как здесь оценить эту позицию. Ну, по ощущениям, у черных все прикрыто, они готовы развязывать восьмой ряд. И, быть может, в какой-то момент ринулся вперед ходом Е4. Но это осталось за кадром. Последовал ход Ладья Е8, и черный конь, вернувшись на G6, защитил пешку на Е5. И пешка готова была пойти вперед. Такое ощущение, что Шахрияр просто-напросто на месте простоял и ничего не сделал. Последовал Шах, король спрятался на G5, слон C2. Ну, и вот здесь надо отметить, что ход слон C2 также оказался неудачным. Стоило все-таки мутить воду. Был интереснейший ход F4. После Е4 играть как-то конь Е2, и, может быть, как-то перекрутить коня в район поля F3. То есть, король на G5 оставался в каком-то странном положении. Но здесь у черных всегда есть классный ход Ладья C6, который выбивает сильную Ладью. И черные, конечно, стоят с перевесом. Сказать сложно, что, может быть, стоило сразу убирать коня. Но оказалось, что черные просто с лишней пешкой белые держат. Должны уже держать аккуратную оборону. Но, сыграв слон C2 и H4, возникла следующая позиция. Ладья Е3. Ну, на коне F5, понятное дело, следовал бы ход Ладья C2 несложный. И черные выигрывали бы материал. Поэтому Ладья Е3. Брать на G3, конечно, никто не собирался. Но последовал ход Е4. Но Дуда начал здесь ошибаться. Очевидно, потому что ничего совершенно не грозило. Можно было сыграть слон G7 умнокровно. И этот ход был сильнейшим в позиции. После чего у белых нет времени на взятие на F5. Ни слоном, ни конем. Из-за подобных идей. В случае коня F5 мы опять-таки бьем на C2. Создавая угрозу взять на F5. Ну, конь G7 это даже не обсуждается. Поэтому все это неудачно. А в случае слона F5 черные уже успевают забрать на G3. Слон, как мы видим, также стоит неудачно. Плюс еще угрожает мат по первому ряду. То есть слон G7 был таким важным ключевым моментом для Дуда. У него было время для осуществления такого простого хода. И такое ощущение, что Дуда, как отметил Жень Томашевский, поплыл. Просто поплыл и начал делать очень слабые ходы. Е4 выпускает большую часть перевеса. После чего белые отдают коня на F5. Может быть, все-таки стоило пожертвовать его на Е4. Здесь были определенные тонкости. Немножко похитрее сыграть. Вот, скажем, конь Е4, F1, слон бьет Е4. Ну, в этом случае, правда, конь все равно как-то крутится вокруг этого фланга. И как-то настигнуть какими-то шахами короле не удается. А материал все-таки лишний на доске. Сыграв конь F5, король бьет F5, ладья бьет Е4. Надо отдавать ладью на C2. Король бьет C2. Ну, на доске совершенно тоже, можно сказать, технически, наверное, выигранная позиция. Хотя, конечно, материала не так много. Но все-таки две фигуры за ладью. И слабости у белых также существуют. Пешка аж хороша, защищена конем и ладьей. По большому счету можно было сыграть слон G7. Быть может, даже ладья G7. Ну, много-много здесь хороших у черных было продолжений. Тут сыграл слон C5. И такое ощущение, что он потерял нить, потерял мысль и ресурс белых. Который заключался именно в ходе G4. Очень хороший ход на ходе Мемидьяров. Ну, естественно, этот ход, пожалуй, единственный. Потому что все остальное вело просто к тяжелейшей позиции. И черные теперь перед выбором могли они взять на проходе. Скажем, в этом случае, опять-таки, позиция уже для белых, конечно, улучшилась. Так как сильная пешка поменялась. И здесь, конечно, вряд ли можно было говорить о каких-то перевесах. Активные лази на доске. И в целом партия бы, наверное, пришла бы к какому-то ищейному результату. Однако, Дуду продолжил играть на победу. И после хода F4, в общем-то, важного тоже хода. Мы видим, что теперь черный король вынужден решать, что ему делать. Ну, и здесь совершенно удивительные вещи начали происходить. То есть, качество хода ухудшалось от хода к ходу. Но такое случается. Особенно, когда мы что-то зеваем, какой-то ресурс. Мы огорчаемся. И происходят подобные ситуации. Но здесь ничего не предвещало беды. То есть, можно было спокойно даже взять на G4. И вот эту позицию черные никогда в жизни в нормальном состоянии не проиграли. Пешка аж идет. И по большому счету, скажем, какой-то вариант подобного формата. Но черным невозможно совершенно проиграть. То есть, пешка F, скорее всего, потеряется. Пешка на H2 всегда, может быть, защищена. То есть, полный комфорт у черных присутствует. Ну, в общем-то, что тут говорить. Дуда сыграл по-другому. Дуда решил сыграть конь BF4. Это тоже не выпускает еще ничейной тенденции позиции. Но мы видим, что белые уже съели фигуру. И здесь еще одна ошибка. Король F3. Очень неудачный ход, который был сделан вместо спокойного и разумного хода H3. Что, в общем-то, позволяло черным создать фатальную для белых угрозу H2. Ладья C4. Скажем, ладья F8. И теперь белые не успевают в вариантах. Потому что, скажем, в случае, как и было практически в парте, идентичная позиция, несколько идентичная. Но был определенный нюанс. Уже не так хорошо. Потому что черный успевает сыграть ладья F5. Важный ресурс. И после ладья B7 черный играет H2. Ладья H7. Король G3. И на король B3 они успевают сыграть ладья H5. Вот это важный ресурс, который позволяет черным, в общем-то, осуществить следующую ситуацию. Взяли-взяли. Допустим, шаг. Король G4. На второй ряд не было никакого смысла идти. И вот после ладья C1, конь G3 возникает такая позиция занимательная, где черный не торопится превращать свою пешку в ферзи. А именно хотят поработать с ладьей. И вот, допустим, белые начинают какой-то марш королем пешки А7. И в этом случае черный осуществляет свою идею. Король D2. Мы видим, что все поля под контролем. И на ладья A1, король E2, черный, создают угрозу перекрытия. Конь F1, CdH1 ферзь. Ну, а белый успевает еще защититься. Единственным ходом ладья C1. Ну, и, пожалуй, после хода конь F1 можно подписывать бланки, потому что повторение ходов. Ну, такой вот был вариант. Достаточно интересный, на мой взгляд. Вполне поднимаемый топами в нормальном состоянии. Опять-таки, ну, вот что-то пошло не так. И, как говорят, поплыл. Что же произошло в партии? В партии последовал ход король F3, которому мы сказали. И это дало белым важный ресурс нападения на пешку B7 с темпом. Теперь черные не успевают повести свою идею. Играют они H3. Теперь дается шаг. Возникает та же самая позиция, только с улучшенной ладьей на B4. И связка по линиям C. Ладья F8. Ну, H2 здесь также можно было сыграть. Но после хода H2 все-таки белые успевают получить выигранную позицию. Там, допустим, король G3. Ладья даже... Можно F1 пойти. Можно ладья G4 еще сыграть. Сделать... Дать еще пару шагов. И потом в какой-то момент спуститься на первый ряд. И ладьей в итоге зайти на седьмой и все поесть. Такого не произошло. Опять-таки поэтому последовал ход ладья F8. А здесь уже Шахриер успевает съесть важную пешку на B7. И угрожает просто-напросто дать шаг на G7. Последним ресурсом был ход ладья F5. Но Дуда уже настолько был разочарован ситуацией. Не смог себя взять в руки. То есть каждый его ход был на протяжении где-то 10 ходов не очень удачным. Очень много ошибок, брака. И он уже пошел H2. После чего партия завершается. Ладья H7, король G3 и король B3. Создавая страшную угрозу ладья C3. Пешка H2 теряется. А с ней, в общем-то, теряется и партия. Здесь Дуда признал свое поражение. Ну и, конечно, на выходной он уходит в совершенно ужасном, я думаю, состоянии. Потому что он мог эту партию выиграть. Так легко получил большой перевес по дебюту. Ну, в общем-то, вот мы видим, как оно бывает. Ну, а Шахрияра поздравляю с победой. Он молодец. Вовремя перестроился. Как сказать, не стал волноваться по поводу результата партии. Ему как-то предоставили такой подарок. Он его забрал и очень радостный уходит на паузу. Ну, и мы также с вами, друзья, уходим на паузу на выходной день. Надеюсь, будет интересно. Набирайте сил. Будьте здоровы. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся уже в следующих турах. Всем пока.